Начало положено. Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет России на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 году. Поддержка НКО. В регионе разработан законопроект, который позволит некоммерческим организациям получить статус исполнителя общественно полезных услуг. Ань Тарова, здравствуйте, с главными событиями этого дня в студии Ирина Цепетова. Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет России на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Главный финансовый документ страны был представлен депутатом на пленарном заседании министром финансов Антоном Силуановым и председателем счетной палаты Татьяной Голиковой. В рамках второго чтения после парламентской критики главный финансовый документ будет изменен. Дополнительные средства удалось найти на ряд важных направлений. Речь идет о социальных вопросах, индексации пенсий по реальной инфляции, увеличении программы 7 на залоги, сохранении числа мест в вузах, обеспечении роста зарплат бюджетников, поддержке реального сектора экономики, сохранении поддержки агропрома и других вопросах. Как подчеркнул министр финансов, все первоочередные обязательства государства, прежде всего социальные, будут профинансированы, причем независимо от внешнеэкономических изменений. Предусмотрена индексация пенсии и пособий в соответствии с действующим законодательством. Учтены необходимые расходы на повышение зарплат. Бюджет России на 2017-2019 годы сверстан, исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель инфляции в 4% в год, ослабление курса рубля до 71,1 за доллар в 2019 году и оживление темпов роста ВВП до 2,1% к концу прогнозного периода. Утверждение прогнозных показателей федерального бюджета, например, таких как стоимость барреля нефти, необходимо для дальнейшей работы над бюджетами в регионах. Бюджет Нинецкого округа, несмотря на сложные экономические реалии, останется социально направленным. Приоритеты – здравоохранение, социальная политика, образование, культура и спорт. Как организовано медицинское обслуживание детей в дошкольных учреждениях, какие проблемы существуют в этой сфере и как их решить? Об этом шла речь на совместной дискуссионной площадке, организованной региональным отделением Общероссийского народного фронта. К диалогу пригласили представители профильных департаментов Нинецкой окружной больницы, заведующих детских садов Наринмара. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья ребенка. По словам заведующей детской поликлиники Аллы Муратовой, с двух до семи лет происходит активное формирование иммунитета ребенка. Поэтому в этот период ребенок болеет чаще, чем ребенок, который уже учится в школе. Именно поэтому здоровью дошкольников необходимо уделять самое пристальное внимание. Согласно статистике детской поликлиники, наиболее частыми являются заболевания верхних дыхательных путей – атиты, синуситы и бронхиты – почти 79% от общего объема заболеваний. Ежегодно в детских садах региона происходит диспансеризация. По информации Аллы Муратовой, осмотр одной и той же группы дошкольников в 2014 и 2015 годах дал следующие результаты. На том же уровне остается количество нарушений слухом, стало меньше нарушений осанки, за год на 1,5% увеличилось количество нарушений зрения, уменьшилось количество детей с нарушениями речи. Самыми распространенными патологиями, с которыми встречаются при диспансеризации дошкольников, по-прежнему остаются стоматологические и хирургические патологии. Стоит отметить, что на втором месте после стоматологических и хирургических патологий стоят заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Большое внимание в детских садах уделяют оздоровительным процедурам – витаминизация, точечные массажи, фитотерапии, прогулки и, конечно, физкультура. По словам медиков, огромные оздоровительные эффекты для детей имеют водные процедуры. Конечно, такая роскошь, как бассейн, есть далеко не во всех дошкольных учреждениях и становится более обидным, когда бассейн есть, но по каким-то причинам он не работает, как, например, в Семицветике. По словам заведующей детского сада, температура воды и воздуха сегодня не соответствуют нормам Санпина. Система вентиляции пришла в негодность еще в начале эксплуатации. Сегодня обследованием бассейна в Семицветике занимается центр «Стройзаказчик». Впрочем, проблемы есть и в других дошкольных учреждениях. В детских садах бассейны фактически не работали, почти во всех детских садах. Мы в прошлом году начали позапрошлом еще году, летом, обследование. В прошлый год полностью делали обследование всех бассейнов, в том числе, которые не могли запустить фактически два года, в искателях, в ЦРР. Но сегодня бассейн начинает работать. Многие сделали ремонт за летний период. Там, где была, например, смена плитки, где необходимо было поставить очистку дополнительную. Но, тем не менее, рассматриваем вопрос о том, чтобы привести в соответствии все бассейны к нормам. И, кроме того, чтобы обслуживали специалисты, которые работают с бассейнами вообще. Поэтому и обследование делали специалисты НОРДа, те, кто работают на этих основных установках. В рамках дискуссии затронули и вопросы приема детей и врачами детской поликлиники. В адрес уполномоченного по правам ребенка поступают жалобы о долгом ожидании у кабинетов педиатров и узких специалистов. Были обращения по организации медицинских осмотров. В частности, обращались граждане, которые проходили медосмотры в спортивную медицину. Например, придя на медосмотры неврологу, врачу-неврологу, могли попасть на прием к специалисту в течение 2-3 дней. Потому что во время приема, который ведет невролог, одновременно он принимает спортивную медицину, ведет медицинские осмотры, детей, скажем, довода, которые в ней ученики поступают. И в это же время ведется подъем к лотовочкам. По словам Аллы Муратовой, в отделении спортивной медицины сегодня попросту нет специалистов. Нехватка кадров в сфере здравоохранения – серьезная проблема для региона. В году департамент провел работу и с Министерством здравоохранения, и все наши субсиференции для врачей были направлены от имени Министерства во все медицинские вузы Российской Федерации. По словам главного врача Нинистерства окружной больницы Андрея Дедова, в условиях нехватки медицинских кадров необходимо нормализовать работу детской поликлиники. Все предложения, высказанные в адрес педагогического и медицинского сообщества, взяты на контроль активистами Общероссийского народного фронта. Поддержать социально ориентированные некоммерческие организации. В регионе разработан законопроект, который позволит НКО получить статус исполнителя общественно полезных услуг. Благодаря новому статусу организации получат право на приоритетное получение мер господдержки. Кроме того, согласно новым изменениям, предложено снять ограничения на расходы на оплату труда участникам социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ранее не могли превышать 50% суммы гранта. Эти и другие законопроекты были одобрены депутатами на заседании комитета для вынесения на очередную сессию 22 ноября. Среди вопросов, вынесенных на сессию, и законопроект, касающийся размера коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. Он влияет на размер патентного платежа, который вносит иностранный гражданин для трудоустройства в округе. Сегодня коэффициент равен почти четырем. Предлагается оставить коэффициент на уровне этого года. При этом платеж за иностранные граждане снова увеличится, потому что всегда законопроекты данного бюджета предлагается увеличить коэффициент дефляторов, который устанавливается на каждый год. Также выносится на сессию изменения в закон округа по льготному лекарственному обеспечению. Поправками период льготного обеспечения продлевается на два года для граждан, перенесших сердечно-сосудистые заболевания. История края в уникальных каталогах Краеведческий музей презентовал печатные издания, которые поведают читателю об уникальных артефактах, хранящихся в фондах. Всеглавнейшие иностранные языки можно выучить за шесть лет, но для изучения своего недостаточно и целой жизни, говорил Вольтер. Сегодня каждый народ старается говорить на родном языке и передавать знания молодому поколению. Как свободно говорить на ненецком знает Юлия Лаптандер, ученица школы имени Антона Пырерки не перестает удивлять одноклассников и взрослых своим стремлением говорить на родном языке. Ежедневный звонок родителям в тундру – ритуал обязательный. Благо, телефоны у оленеводов спутниковые, и связаться с родными можно в любой момент. Особенно, когда хочется услышать родную речь. В школе имени Антона Пырерки, куда Юля приехала учиться, говорить по-ненецки не с кем. Для большой семьи Юлии, где воспитывается 10 детей, ненецкий язык родной. Семья входит в общину оленеводов-частников Ямпто. На весь округ, да и за его пределами, она славится традиционными устоями. Члены общины занимаются оленеводством, ведут кочевой образ жизни. Для сохранения и продолжения династии семьи создают с представителями ненецких кровей. Так, сестра Юлии вышла замуж за жителя Малоненецкого округа. С полуострова выбрал себе невесту и старший брат. Сама Юля уезжать далеко от семьи не хочет, разве что для получения образования. Мечтает стать адвокатом или учителем родного языка. «Хотела, чтобы у нас был свой собственный юрист в этом, в общем, я хотела, чтобы я хотела сама защищать свой народ, права на своё народ. А учитель ненецкого языка хотела стать, потому что я хочу изучать свой родной язык, чтобы преподавать всего другим детям, чтобы они тоже знали хорошо свой язык». Сегодня знающих ненецкий язык действительно мало. Например, соседка по комнате Вика Вылка родом из Варнака, где традиционно проживали оленеводы. На родном языке не говорит. Родители и окружение располагали к общению на Ненецком. Но, видимо, не было желания. Да и проживала она в посёлке, а не в стойбище. «Считаю, что каждый должен знать свой родной язык. Мне он очень сложно даётся. Я учила его с первого или четвертого класса по девятый. На уроках больше всего длинилось, конечно. Мне сложно давалось очень. И так и не выучила». Чтобы чаще слышать родную речь, Юля записалась в фольклорную группу «Ханепсё». С 2012 года самодеятельные артисты ставят спектакли на пьесы ненецких авторов, поют эпические и традиционные песни. Руководитель творческой группы Людмила Булыгина радуется. С каждым годом состав группы молодеет. «К нам присоединились школьники из школы-интернат. Вот Юлия Лапендер. Для нас это была большая находка. Почему? Потому что она владеет ненецким языком. И если я с ней разговариваю, не надо никакого перевода». Одна из успешных постановок «Хэкур» вскоре разойдётся по всему округу. К выпуску готовится диск культурно-познавательного проекта «Родной край». Он содержит уроки ненецкого языка, мастер-классы и видеоспектакли. Возможно, в будущем Юля будет использовать его на своих уроках родного языка. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сотрудники Ненецкого краеведческого музея презентовали четыре уникальных каталога, четыре музейных коллекции. Один из них рассказывает о монетах 1921-1991 годов, которые хранятся в фондах Ненецкого краеведческого музея. Другой представляет одну из частей естественно-научной коллекции – чучело позвоночных животных. Еще одно собрание традиционных ненецких игрушек. И, пожалуй, самое интересное представляет холодное и огнестрельное оружие. У одного из них образца Маузера 1888 года интересная история. Какая расскажет Любовь Пермякова. Дело в том, что в декабре 1918 года в районе села Великовисочное состоялось вооруженное столкновение. Это единственное вооруженное столкновение за весь период гражданской войны на территории нашего округа. Рядом села Великовисочная столкнулась два отряда. Отряд красноармейцев под командованием Петра Артеева. Красноармейцев было по разным данным где-то 22-24 человека. И отряд местных ополченцев, которыми командовал интер-офицер ЦАСК армии Василий Капитонович Михеев. К тому времени он уже участвовал в Первой мировой войне, вернулся домой. Только по разным данным, наверное, они слегка завышены, может быть, как их оценивать можно по-разному, ополченцев этих белогвардейских, которыми командовал Михеев, было около 300 человек. То есть, имея вот такое более чем десятикратное численное преимущество, белогвардейцам удалось одержать победу в этой стычке. В этом бою погибло два человека. Один из белогвардейцев и один случайный прохожий, подросток села Великовисочное. Уже позже, гораздо позже, уже в 60-е годы, при разборке дома Василия Капитоновича Михеева, в котором он жил, под обшивкой дома было обнаружено две единицы огнестрельного оружия. Одна из них как раз вот этот карабин Маузер, образца 1888 года. Замечу, что это боевое оружие, оно действительно состояло на вооружении германской армии и применялось на начальном этапе Первой мировой войны. Вот видите, возникает сразу несколько вопросов о том, как это оружие могло попасть на территорию Нижней Печори, какими путями. Может быть, это на самом деле, как у нас появилась такая версия, это трофей эпохи Первой мировой войны. После того, как эти винтовки были обнаружены, они попали в фонды Ненецкого краеведческого музея. У них были просверлены стволы, и оружие стало частью экспозиции. Вот такие уникальные оружия, которые содержатся в фондах музея, теперь попали и на страницы одного из четырех каталогов. В каталоге представлено не только огнестрельное, но и холодное оружие, начиная с корабельной пушки второй половины XVIII века, самопалом трехдульным конца XVIII-XIX века и заканчивая штыком к самозарядному карабину Симонова середины XX века. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Подать объявление, не выходя из дома. Ненецкая телерадиообещательная компания предлагает воспользоваться мгновенным сервисом подачи объявлений «Телеблог». Просто и удобно. Теперь подать объявление в бегущую строку телеканала «Север» или в эфир станции «Дорожная радио Наринмар-ФМ» можно, не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться сервисом мгновенной подачи объявлений «Телеблог» в сети интернет. О том, как это работает, смотрите далее. Купить в интернете одежду, книги, бытовую технику и даже недвижимость сегодня стало привычным делом. Люди совершают покупки, не выходя из дома и даже не выезжая за пределы своих городов. Ненецкая телерадиообещательная компания тоже решила идти в ногу со временем. Все желающие могут также, не вставая с дивана, заказать у нас объявление, поздравить своих родных и близких или заявить о находках и пропажах. Для этого надо только иметь под рукой компьютер. Для того, чтобы подать объявление в бегущую строку телеканала «Север» или в эфир станции «Дорожная радио Наринмар-ФМ», необходимо воспользоваться сервисом мгновенной подачи объявлений «Телеблог». Сайт позволяет быстро и удобно отсылать объявление в бегущую строку телеканала или в радиоэфир как физическим, так и юридическим лицам. Подать объявление через сервис «Телеблог» очень просто. Нужно зайти на наш сайт, можно зайти на наш сайт trksever.ru, перейти по баннеру, у нас отсылок 2 на сайте, перейти по баннеру и попадете на непосредственно сайт «Телеблог». И там очень простая форма отправки объявления. Итак, для того, чтобы подать объявление в разделе «Заказ» в списке городов, выберите «Нринмар», «Телеканал Север» или «Дорожное радио Нринмар-ФМ». Введите текст объявления и телефон, выберите даты показа, оплатите услугу удобным для вас способом. После успешной оплаты служба рекламы Нениской ТРК мгновенно получит информацию о вашем объявлении и обеспечит его дальнейшее размещение. А на вашу электронную почту и номер мобильного телефона придется общение с подтверждением приема объявления. Вы можете подать как одно объявление, так и спланировать целую рекламную кампанию. Кроме того, здесь же вы можете оставить поздравления близкими друзьям, и оно выйдет в бегущей строке телеканала «Север» в рамках специальной рубрики или в эфире станции «Дорожное радио Нринмар-ФМ». Все объявления попадают в эфир не позднее, чем через два дня с момента подачи заявки. За один день ваша информация будет показана в телевизионной строке не менее семи раз. В радиоэфире объявление выйдет не менее четырех раз. Размещайте объявления на ТВ и радио, не выходя из дома. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова